Всем здрасте! Я художник-иллюстратор Денис Корнев и сегодня я бы хотел начать серию видеообзоров, посвященных артбукам из моей маленькой, но горячо любимой коллекции. Я в этих обзорах буду рассматривать как внутреннее наполнение, так и внешнее оформление книги, ну и конечно же постараюсь рассказать что-нибудь о художниках. Рассмотрю ли я все артбуки из коллекции, либо только самые значимые и интересные для меня, покажет время. Эпизод первый. Артбук Дерека Стеннинга. Данная книга вышла еще в 2013 году и стоила, судя по обложке, 34,95. Сейчас же на Амазоне ее можно приобрести за 26, но мне достался вот такой экземпляр за 8 долларов. Дело в том, что продавец сразу предупредил меня, что здесь есть небольшое повреждение корешка, но для меня это не имело особого значения, поэтому я приобрел именно эту книгу. Обложка встречает нас портретом сурового дядьки в скафандре и надписью The EK Series. Что значит эта аббревиатура? Здесь наверное без краткого исторического экскурса не обойдись. В конце 19 века в Германии было введено понятие entartete kunst, что обозначает дегенеративное искусство. Почему так? Таким названием окрестили все направления модернизма, отказавшегося от привычного понимания формы и цвета. Это была своего рода революция. Художников-авангардистов называли чуть ли не психически больными, потому что считалось, что нормальный здоровый человек воспринимать реальность так просто не в состоянии. В 30-е годы в нацистской Германии авангардизм объявили практически войну. Изымались произведения из музеев, увольнялись люди со своих постов. Считалось, что такое вольнодумство может повредить целостности империи. Итак, почему же Дерек Стеннинг использовал термин entartete kunst для своей серии, которую он представляет в книге? Дело в том, что в 2009 году он перестал испытывать удовлетворение от того, что он делает. Кстати говоря, работал он всегда два-дых художника. Долгое время он ходил и переживал, метался в поисках источника вдохновения, и однажды это вдохновение пришло. Он просто стал набрасывать новые образы и новые формы на листе бумаги, не отвлекаясь на какие-либо сюжеты. Именно это он и назвал своим дегенеративным искусством, потому что он нашел для себя новые формы и новое восприятие реальности. Связь, конечно, не очевидна, но определенная логика в этом есть. Первое, что бросается в глаза в этой книге, это ее размер. Она не очень толстая, насчитывает всего 98 страниц, но при этом выполнена в увеличенном формате относительно А4. Я бы не сказал, что это удобное решение, потому что, скорее всего, вы не сможете поставить ее на свою книжную полку. Она туда просто не влезет, поэтому придется каким-то образом ее не поставить, а положить. При этом я бы не сказал, что меньший формат повредил бы этой книге, потому что иллюстрации не обладают достаточно детализацией. Самое интересное, что через некоторое время произошел японский релиз этого артбука, который был уже выполнен в привычном нам формате А4, но в мягкой обложке. Обложка покрыта матовой ламинацией, что делает ее очень приятной на ощупь. Бумага, скорее, полуматовая, плотная и не оставляет на себе отпечатков пальцев. Печать, хоть и качественная, но местами есть перелив краски. Это значит, что иллюстрация перетемнена и некоторые детали просто пропадают. Я узнал о Дереке Стеннинге еще, наверное, в 2010 году. Да, и с тех пор слежу за его творчеством. Этот канадский художник, имея изначально навыки 2D-аниматора, более 10 лет работал в области концепт-арта для игр. За это время он отметился в таких знакомых вам компаниях, как Activision, Nintendo, Marvel и еще парочки не менее серьезных. Помимо персональных выставок, работы Стеннинга засветились на обложках в художественных журналах, их часто используют для афиш, плакатов, обложек музыкальных дисков и книг. Также можно вспомнить множество публикаций в авторитетных профильных изданиях. Мне безумно понравилась стилистика художника. Это необычная пластика, сочетание рубленных и плавных форм, несоразмерные детали костюма и преувеличенные черты лица. Усиленная воздушная перспектива дает максимальное ощущение глубины пространства, что вкупе с парящими фигурами рождает странную иллюзию. Вроде фигуры и динамичны, но есть чувства остановившегося времени. Особенное удовольствие доставляет чтение пояснительных текстов к иллюстрациям. Они собирают воедино скрытый смысл сюжет, название, и ты делаешь так. А-а-а, вон оно че! Получается иногда очень неожиданный результат. Огромный интерес вызывает раздел с живой продукцией, оформленный иллюстрациями стейнинга, типа обложек или постеров. Показан крутейший проект в сотрудничестве с производителем сноубордов Эндева. В вартбуке мы можем увидеть коллаборацию художника с производителем миниатюр «Индустрия Меканика», который реализовал рисунки стейнинга с малиновыми фигурками. Изначально планировалась серия из трех штук, о чем сообщали надписи на коробках, но со временем фигурок стало немного больше. На официальном сайте цены на них колеблются в пределах 200-300 долларов. Считаю, что увидеть, как иллюстрация становится реальным объектом – это прекрасно. Ну и как художник я по достоинству оценил раздел с пошаговым описанием работы над одной из иллюстраций. Многое можно взять на заметку. Дерек Стеннин гармонично сочетает в процессе кучу техник. Живой рисунок, цифровую живопись, 3D, фото-баш, разбавляя все это в конце динамичными шрифтовыми композициями. Ну что ж, на этом я заканчиваю обзор артбука Дерека Стеннинга. И что я хочу сказать. Наверное, эту книгу я бы посоветовал в первую очередь поклонникам художника, а во вторую – любителям антиутопической атмосферы. Потому что тематика выбранная для серии «Энтаркет и кунст» специфична, в принципе, как и техника исполнения. Но определенную ценность артбук имеет, потому что в нем есть пошаговое исполнение одной из работ и примеры работы иллюстратора с какими-то определенными объектами, как фигурки и сноубордические доски. Это был первый обзор артбуков от меня. Подписывайтесь, ставьте лайки, следите за обновлениями канала. Пока! ПОДПИШИСЬ!